Хоть малюсенькая, чтобы видели. Море снимаю. Море снимаю. Так, что-то больше не море. Ну что-нибудь. У вас уже есть? Да, девушка, а можно? У вас здесь все. Кроме голосов и слова. Ну вот. Жаркое. Жаркое на Ташкад. Ну ушли. Я тебя подожду. Ты же боишься, что он опять куда-то чернит. Сюда, жаль. Ну что-нибудь. Ну выбирай. Ну какой-нибудь супчик. Ну давай, бери. Какой-нибудь первое. Давай. Бери, убирай. Подожди, а где первое? Завтраки. Это ж уже практически обед, переходящий в ужин. Суп харчок. Нашел суп? Да. Горячее. Суп харчок. Ну все, суп харчок, а остальное то, что давай. Суп харчок еще что-то. Ну что ты будешь второе, и я то же самое. Чтобы они долго не... Ты каши ешь? А что ты каши ешь? Нет, дерматит. И что такое дерматит? Ну не видишь аллергия. Не переходит? Не переходит? Нет, ну не переходит. Не переходит? Можно посидеть на диете. А, ну мне что-нибудь тогда это вот. Ну что-нибудь. Ну сейчас я наверню, сейчас будешь выбирать, а она скажет, такого нет. Слушай, это что-то нашел отборщик для них. Да и есть отборщик, вот. Нет, одет его. Суп харчок. Суп харчок. На странице 148. Какой 148? Ха-ха-ха. Кей файн. Ну она ушла, Саня, ты ее вспомнил, Саня. О, е-мое. Ушла, она не вернется уже. Саня, ну что ты ей сказал, что она ушла? Ты ей что-то сказал такое, что она ушла, Саня. Витая Украина. Понимаешь, какой тендем будет? Родители против наркотиков и медицинский центр. Это супер тендем, понимаешь? Если вы хотите, вы хотите его вылечить? Вы хотите, чтобы он покончил с наркотиками? Или вы хотите, чтобы он просто дозу скинул? Вот вы определите, что вы хотите, правильно? Да это будет тендем супер. Нет, вот это надо делать, надо пробовать. Да все, уже делаем. Давай уже на следующие выходные делаем. Надо знать. На следующие выходные уже делаем. Сюда. Да я буду за неделю знать. Хорошо. Саня, я за неделю железно буду знать. Будет добрый. Суп харчок. Один. Один. Да. И второе. А что вы посоветуете второе? А что, рыбку будут кушать первое? Да. Да. А что, на второе? Ну, рыбку какую-нибудь, да, рыбку. Судатки и фундальные корочки. Ну, подешевле, среднее что-нибудь такое. Среднюю цену, что-нибудь. Не сильно дешево. Хек. Это океанский? Океанский? Не, ну, хек, обычная рыба. Ну, хек давайте, хек, хорошо. Один? Ну, да. Можно. И не сушни, солнечный. Завтраки уже не делаем. Только до чай. И кашляр не запих. Как? Кашляр не запих. Кашляр не запих. А гармены какие у вас? Картофель по-кублюски. О, а что такое картофель по-кублюски? Это картофель отварной, порезанный кубиками, мясо кубиками, перец кубиками, помидоры. И сверху сверх кубиками. Ну, хорошо, давайте. Вот этот картофель. Да, и безалкогольное пиво. Хорошо. А шашлычок не желаете? Нет, не желаю. Рис вначале? Нет. Хорошо, да. Нет. Так, рис. А вы только эти фенаты будете брать? Да хватит, наверное. Не, не надо, хватит. Хорошо. А капуста есть просто капуста? Капусточка. Капуста, весенний есть. Капуста, огурец, масло. А что такое? Нет, ну просто одна капуста простая. Без огурца. А что за огурец? Свежая капуста. Свежая капуста в салат? Да, да, да. Так возьмите их в салат весенний. Ну, да. Ну, давайте, давайте, весенний. Белый стек – это курица. Порядка. А где говядина? Говядина. Стоит в ночной хату, это говядина. Долго будете ждать. А это не долго будем ждать? Ну, вот это, что мне сказали, нет. Ну, а говядина, сейк, ночная хата, то ждать, конечно, на мангала. Брезон. Какой брезон? Какой-то свинок. А не желаете отбирной сына? Ну, я же отбирная сына. Ну, возьмите рис с овощами и отбирная сына. А где отбирная? Есть ли сколько отбирного? Нет? Сына я отбирная. Хорошо, разговаривайте. Есть чай гринка в пакетиках, а есть чай заварной? Ну, все заварные, все можно. Черный, да? Да. Черный. И пару бутылок водочки, да? Сейчас я возьму, черный. Каждого, на каждого. Один. Все? Ну, хлеба, что вам нужен? Черный, есть черный? По-моему, нету. А какой? Белый. Ну, сам хлеб белый или булочка? Нет, хлеб, обычный резанный хлеб. Ну, посмотрите, если нету черного, тогда давайте белый. А вообще? Чисточка в пакетиках? Тазгала глаза. Чисточка. Так. Ты что, не ешь хлеб вообще? Кек один. Четыре, хлеба четыре. Да ладно, будет. Да ну, я шесть, это много. Да экономить надо, нам строится сейчас, Саня. Кек один, кекс черный один, кокотико-поблески один, кисточки один, пиво нулёвка одна, лица с овощами один, цена оберная одна, чай заварной черный один, хлеб четыре кусочек. Пиво можете сразу, да, безалкогольное. Безалкогольное. Да, и сок сок, томатного, если можно сразу. Вам сок томатный, да? Так что муж уже на эти выходные, уже пиши и уже на эти выходные, в принципе, ну я стопуду буду знать цену, сколько стоит отдых у них. Я думаю, что однозначно, не в сезон у них в два раза дешевле всё должно быть, скиллз. Ты знаешь, кто у них отдыхал? Ну, конечно. Я обалдел, Тайсон. Тайсон? Тайсон. Куда он в Одессу приезжал? Да, да. Представляешь? А там есть какая-то, мы не добрались до неё, Кенбургская коса, она ж столько тайн там у неё, и там столько уникальных людей, там есть какая-то обалденная предсказательница живёт, к которой Тайсон приезжал. Представляешь? Он узнал где-то про неё в интернете, и мне надо тоже узнать. Там художник живёт с мировым именем, Зебек. Я знаю его художника, да. Да я был у него. Я просто знаком с ним. Ты вообще знаком с ним? Да, да. А я был у него. С Москвы сам. Да нет, какой с Москвы? Да, ты рассказываешь, что он просто жил в Москве, он учился. Он учился в Москве, он рисовал самую свою картину великую, Ленин с бревном. Он в Москве жил. Он жил в Москве, у него жена живёт в Москве, а он в Санкерсонской области, где-то там в Зерене. Он жил в Москве. Не, но он жил в Москве, реально, да. Я с ним как бы посидел. Да я с ним сидел в 6 часов. Да, он такой необычный парень. Ты у него там на косе сидел? Я в 6 часов у него сидел. Ну, он на косе, да. Я к нему приехал с нами. Я красиво буду, уже это надо запечатлить. Не видно, наверное. Меня видно? Да, видно. Мы к нему приехали, но это в ту пору, когда я выпивал. А выпивал я, Саня, должен подтвердить, как и выпивал. Люди уже не верят. Не верят, что я выпивал, Саня. Понимаешь? Говорят, что ты аферизор, ты никогда уже не выпивал. Я говорю, я не был алкоголиком, ты был князь. Я говорю, я не был алкоголиком, ты был князь. Слебы-ка спросите. Мы к нему приезжаем, вообще это было не так история. История была, мы были у Дюмина по спецзаданию. Дюмин нам дает машину свою. Анатолий Проговорич, он-то знаешь, у него с Рафио. У него поколение, ничего не было. И Рафио, у него, там у него завтрак строго отъедет. Строго отъедет. Строго отъедет. Строго отъедет. Да, кстати, вот такой, знаешь, очень... Не дай бог ты пришел в 9.05, все, получаешь уже по ушам. Обед у него в 2, ужин в 6, все тихо, чинно, благородно, все красиво, знаешь, там. Ну, все, творится. Я тебе обязательно попрошу Анатолия Рафио-Рафио. Понятно. Ну, ну, и что. Так вот, мы были там по спецзаданиям с таким нашим великим журналистом, в одном огне. Короче, и он нас возит, его водитель, именно водитель, возит по костюм. А потом берем, как говорили, мы с ним жители, мы помещаемся с ним, мы с ним ознаваем, ну, это значит, нет. Это же с ним вылетело. Я не знаю, что завершено, где-то на костюм. Я не знал, где. А водитель привезет нас, говорит, о, она у нас здесь завершена. А мы утром позадрикали, 9, все красиво, без спиртного, потому что мы знали, что мы на задание приехали. Пить же ж нельзя. Ну, что? А вот здесь Зебек, говорит, живет. Ой, ну останови. Серега, говорю, останови, мы хоть зайдем к нему, я хоть на него посмотрю на этого Зебека. А мы уже ехали обед, уже надо было ехать обед. А там это, ну, где-то час хороший ехать. А дедюмин живет, если только где-то в хорошем часе. Короче, мы к нему заходим на подворье. Уходит такое, что-то великое, знаешь, вот волосы. Он только проснулся. А время уже получилось 12. Волосы у него так все растопы. Он так на нас смотрит. Посмотрел на нас. Кому его слово не сказал. А, мы сказали, мы журналисты. Вот так что-то скрылся, оно и что-то нам головой махнул. И мы за ним так тык-тык-тык-тык-тык. Садимся за стол. Как в том фильме. Как же, Москва за мной верил. Он встает в бутылку, вот, не проверять. Журналист на мне или нет. Варь его на стол. Так оно нам налил. Это хоп! Точно журналисты. И пошел разумел. И вы у него просидели часов шесть. Знаешь, у него все это все есть. Только тогда, ой, какая песня была. Обед, конечно, какой там обед. Опять мы полностью, я звоню. Антон Хвощ, мы на задании, мы из ЭБЭ. Он говорит, антолирующий, наверное, понял. Вечером приехали на ужин. Ты знаешь, пока ехали. Что значит, сила? Сила, а? Протрезвели полностью. Мы за стол уже сели вот так вот, красиво. Так сидим, вот так. Он вам дать похмелиться. Я говорю, да чего похмелиться? Я помню, наверное. Надо будет восстановить, что нам уже рассказала. Там очень много уникальных людей. Понимаешь, там огромное рисование. Здесь советуют. Кстати, этим ребятам надо давать возможность, чтобы они выходили и рисовали. Да что хотят, пусть рисуют, лепят. Да, это надо. Там можно что хочет делать. Это надо, чтобы они почувствовали вот кайф именно от этого. Вот я бы сказал бы, я не умею рисовать, но я бы попробовал бы. Так и ты попробуешь. А тебе можно дать за ваши деньги. Нет, реально, я бы попробовал. Это очень интересно. Очень интересно. Я же хотел у него хоть какую-то работу взять на память. Но ничего у него не было. У него как раз приехали москвичи, все у него там забрали. Но зато он показывает, смотри, сколько у меня там полный подвал у него забит. Консервации забит, всем забит. Ни одной работы у него не было. А у него дядя Бома больше не было. Да, вот, дадим и Зебе. По-моему, я говорю, что мне нужно лет пять назад. Я говорю, дядя Бома, ну хоть что-нибудь. Мне же не поверят, что я у вас был. А пиши тут на стенке, что ты здесь был. И я на стене написал. Здесь был Юрин. Люди воно приезжали, видели. Я прям на стене написал. Нет, был Юрин. Но этого мне оказалось мало. На полу валялось у него. Он курит одна за одну. Она за одну. На полу валялось у него. Я взял, он только что скидал, удал. Это вообще надо запомнить. Это я должен запечатлеть на поток. Вот так вот берет. Что-то берет. Рисует, садим, вот смотри. Вот так вот рисует, 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 рисует. Вот так вот что-то рисует, рисует. Бах, вот так вот и ухнул. И я эту штуку из-под него так. Тык-тык-тык-тык. Так, ну что, это про пироги сполосли. Спасибо. Чёрный.